Игрушки, пластмассовые, надувные, брелоки, сувениры и пляжные принадлежности. Все летние товары буквально наступают на покупателей. Атакуют стойки с полосатыми хвостами, горячая кукуруза и невозможно пройти мимо холодных напитков и мороженого. Просто некуда, все пути заняты. Он же и так узел, и так пройти невозможно. Вот так он и должен стоить. Продажа товаров и услуг должна подчиняться строго обозначенным правилам. Даже опытные проверяющие удивились. Увидев среди нехоженной тропы наспех организованный салон красоты. Мастер, по словам девушки, ей 18 лет, без документов, санитарной книжки и разрешения на данный вид деятельности. Делает временное тату детям. Если нам лицензии предоставьте на ваш товар, а то, что вы носите в личный день, оказывайте у вас ребенка такими красками, такими материалами вы пользуетесь. Не будет ли это потом последствий на здоровье ребенка, не будет ли это аллергии. Предоставить нечего от страха или нежелания отвечать перед законом, девушка добросовестно забывает имя работодателя, все телефоны и даже место прописки и проживания. Где ваш паспорт? Где ваша медицинская книжка? Дома. Дома где? Ну, где? Волицей. Мы сегодня проедем, сейчас наряд, учащихся к вам туда поедет. Адрес? Да я не помню, что я. Звоните, узнавайте, где вы проживаете. И более того, через минуту пара нарушителей уверяет, здесь ничего не было. Ни папок с образцами рисунков, ни клиентов. И девочка в кресле – Мираж. Защищая свои права, хозяин импровизированного тату-салона записывает разговор с сотрудником администрации на телефон. О правах потребителей на качественные услуги молодой человек не задумывается. На Пеневском проспекте выявлены ряд недостатков. Это не санкционированная установка коммерческой точки, а именно художественная роспись по телу тату. По этому поводу был оформлен протокол и передан в административную комиссию. Также был ряд выявлен недостатков по дислокации мест торгующих точек. И самое нарушение главное – это то, что на сегодняшний день нарушены правила благоустройства. Продукты питания, товары и услуги на каждый вид торговли и деятельности существуют свои правила, и каждый предприниматель, начиная вести свой бизнес, их знает. Но не все исполняют. Качество и выполнение правил контролируют мобильные группы ежедневно.